Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На поляне Ольга Рапунцель ругается с девушкой Сашей Вейса Элен Каминской. Они обмениваются взаимными оскорблениями. Рапунцель пытается спрятаться за могучую спину Димы Дмитренко, но Дима отказался участвовать в женских разборках. Он попросил Олю больше не реагировать на провокации. Новая участница Саша Перетятько выразила симпатию Кости Иванову. Девушка пишет, «Я всего лишь выразила Косте свою симпатию, но в их отношения с Сашей я вмешиваться не буду, пока сам Костя не решит. В итоге на меня набросилась Саша Гозиас. Теперь меня называют разлучницей, но я с этим не согласна». Саша Гозиас говорит, что виной всему поведение Кости, который постоянно пускает других девушек в их отношения. После конфликта с Перетятько, Гозиас попросила у нее прощения. Она сказала, что сил быть с Костей у нее больше не осталось, и единственный выход – это уйти с проекта. Влад Кадони моментально отреагировал на эту просьбу, и отправил Сашу собирать вещи. Александр Вейс строит отношения с Элен Каминской. Он пишет, «Я знаю, что у нас все будет супер. Я каждый день все больше влюбляюсь в нее. Мы будем самой красивой парой на проекте». Ольга Жемчугова сообщила в переписке в чате, что она уже собирает вещи и со дня на день покинет проект. Зрители комментируют, ну когда же она наконец уйдет? Надоело читать, как она собирается, собирается, еще и не соберется в итоге. Сеня Бородина вместе с мужем на следующей неделе летит на Сейшелу. Там она будет открывать второй сезон шоу «Остров любви». Ира Пинчук, которая вышла в финал вместе с Ваней Барзиковым, просит своих подписчиков поддержать ее. «Я и подумать не могла, что со мной такое может произойти, что я окажусь в финале. Теперь остается надеяться на вашу поддержку и голоса, потому что именно телезрители решают, какая из пар достойна выигрыша в виде миллиона». А Ваня Барзиков сообщил о нововведении в правилах голосования. «Сегодня был тет-а-тет с Кадони. Сейчас много обсуждений и идет о том, что пары на острове создаются ради миллиона. Поэтому было принято решение сделать третью графу, где можно проголосовать против всех. Так что теперь, возможно, никто не выиграет миллион». Лиза Кордобовская обращается к своим подписчикам, чтобы они не голосовали за пару Саши Задойнова и Марины Мексики. Лиза пишет, «Саша открыто говорит, что ему по кайфу тусить с Мексикой, но он никогда не сможет ее полюбить. Это все голимая фикция. Так что голосовать за эту пару или нет, решайте сами». Подписчики Ольги Бузовой пристыдили ее за очередной проплаченный пост. Ведущая опубликовала ролик, демонстрирующий, как она пользуется массажным ковриком. В народе он называется «аппликатор Кузнецова». Подписчики прошли посылки в магазин, где продается коврик, и пришли в ужас от цены. Ольгу обвинили в том, что она обманывает людей, потому что в Китае такой коврик стоит 300 рублей. Либерж Кпадону записала новую песню «Линии дождя». В своем блоге она опубликовала отрывки с записи песни. Вот некоторые комментарии подписчиков. «Что-что, а голосом Либерж не обделена, в отличие от других домовских кривичек. Определенно, голос есть и ноты тянет, не фальшивит. Молодец». Сталамуна сообщила своим фанатам, что скоро она появится на экранах телевизоров. «Совсем скоро вы увидите меня, телеведущий». Девушка уже взяла свое первое интервью. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.